1 плюс 2 в первую, плюс 2 в квадрате и так далее, плюс 2 в степени n. Кто-нибудь умеет коротко записывать? 1 плюс 2 плюс 4. Кто-нибудь знает, сколько будет? Да, следующий число 7. Вот. Следующая степень двойки минус 1. Отлично. Давайте запишем, правда, пока мы это не доказали, а запишем в качестве гипотезы. Это 2 в n плюс первой степени минус 1. Поставим здесь свой красивый знак. Доказать вы это можете? Не можете. А для степеней тройки хотя бы выпишем эти суммы. Собственно говоря, мы уже начинали делать. 1 это 1. 1 плюс 3 это 4. 1, 3, 9 это 13. 1, 3, 9, 20, 7, 40. Интересно, как связаны числа 1, 4, 13, 40 со степенями тройки? Понятно, что ответ как-то должен выражаться через степени тройки. Вот как бы, вот 121, с чем, естественно, связано? Контрольный вопрос. Как доказать формулу про степени двойки? Это ведь совсем просто. Никто не знает? Вообще, где нет? Как быстро найти сумму степеней тройки? На самом деле, как только это не рисовали для вас. Есть разные геометрические картинки, которые делают понятной вот эту формулу. Один из способов такой. Давайте вместо вот этой формулы задумаемся о такой. Вот эту минус единицу перенесем налево. Тогда формула превратится, смотрите, в какую. 1 плюс 1 плюс 2 плюс 4 плюс 8 и так далее. Плюс 2 плюс 2 в степени 1 минус 1 плюс 2 в степени 1 нужно доказать, что это 2 плюс 1. А дальше начинаем складывать слева. 1 плюс 1 это сколько? 2. 2 плюс 2. 4. 4 плюс 4. 8. 8 плюс 8. 16. Вы понимаете, что когда дойдем до этого, здесь уже будет насчитано 2 в степени 1 минус 1. И оно в сумме с этим числом даст 2 в степени 1. А 2 в степени 1 в сумме с этим даст 2 в степени 1 плюс 1. Смотрите, достаточно было бы эту единичку перенести налево, и сумма сама по себе начала сворачиваться. Я не знаю, как это. Бывают на самом деле такие конструкции, которые за одно место потрогаешь, и она вся сворачивается. Знаете такие? Телескопы, как это назвать, телескопическая штука. Когда они прям выдвигаются, и потом, да, просто сдвигаются. В общем, я не знаю, как это объяснять. Мне кажется, что все понятно. 1 плюс 1 – 2, 2 плюс 2 – 4, 4 плюс 4 – 8, и так далее, и так далее. Это один способ. Другой способ состоит в том, чтобы нарисовать большой отрезок, длина которого 2 в степени n плюс 1. И после этого делать следующее. Сначала отложить 2 в степени n, потом отложить 2 в степени n минус 1, потом отложить 2 в степени n минус 2, и так далее, и так далее, и так далее. Ребята, и в какой-то момент у вас получится, что вы отложили единицу, и смотрите, в нашем процессе все время остающийся отрезок такой же, как только что отложенный. Значит, у нас в конце будет 1 и 1. Ну, собственно, это то же самое, только рассказанное не слева направо, а справа налево. Есть еще один способ это сделать. Смотрите, какой. Давайте вот эту вот сумму обозначим какой-нибудь буквой. Например, буквой x. И зададим себе такой вопрос. А чему равняется величина 2x? Вот смотрите, x это 1 плюс 2 плюс 4 и так далее, плюс 2 в степени n минус 1 плюс 2 в степени n. Давайте умножим на 2. Получится 2, 4, 8, 2 в степени n, а вот 2 в степени n перейдет в 2 в степени n плюс 1. Ну, смотрите, это же, на самом деле, очень похоже на x. Отличается только по краям. Вот, смотрите, вот это такое же, да, вот это такое же, вот это такое же, а здесь у x есть единица, а у 2х на самом деле есть вот это. Поэтому мы можем написать такое уравнение, 2х. Это на самом деле x, из которого отняли единицу, но прибавили 2 в степени n плюс 1. Вычесть x из-за гречески и все. x и переставить здесь для высоты. Это 2 в степени n плюс 1 минус 1. Ну, в общем, ребята, со степенями двойки вам предстоит, честное слово, работать, вы можете работать. Это огромная, очень важная задача. Бывают такие задачи, которые, чтобы сказать, принципиально важны. Умение суммировать величины, каждый из которых в 2 раза больше предыдущие или в 2 раза меньше предыдущие. Просто часто встречается. А вот сейчас вы должны догадаться сделать примерно то же самое, только для степеней тройки. Продолжение следует...